привет аналпер в этом выпуске запись прямого эфира который я провел совместно с галией багдад аглия багдад это коуч номер один в казахстане она является соучредителем огромной ассоциации которая занимается подготовкой коучей и также она является коучем первых лиц и в этом прямом эфире мы затронули очень важные на мой взгляд темы такие темы как уйти и знаем а и что мешает нам сделать перемены в своей жизни если мы хотим к примеру изменить свою профессию или рот деятельности здравствуйте дорогие друзья кто присоединился хочу напомнить что у нас сегодняшняя тема мега мега важная это про страхи про ваше убеждение и мы будем сегодня делать разбор с юра с моим коллегой из беларуси из минска в это для них непростое время вместе с тем юра является одним из экспертов моим коллегам тоже мастер нлп как и я коучем профессиональным я часто советуюсь юрек по каким-то вопросам и мне очень важно что у меня есть такие друзья коллеги это все в рамках нашей ассоциации которую мы всегда поддерживаем дорогие друзья кто знаком кому знакома вообще тема я хочу уйти из найма но у меня есть страхи смогу ли я зарабатывать или у меня есть некое убеждение что невозможно зарабатывать если я выйду из найма то есть буду работать на самого себя и кто бы вообще хотел бы выйти из найма но думает что еще не время и так как у него есть какие-то внутренние препятствия которые мешают ему сделать вот этот рывок оставьте плюсы для меня это очень да должно быть а понятно то что вы хотите понять и разобрать потому что тогда мы сделаем контент прям для вас специально и поможем вам уже сегодня решить вопросы привет из перми андрей классно мне нужен толчок вау супер мне пишет кому-то нужен толчок кто-то из перми еще какие города у нас давайте все поприветствуем юру юра ну что вы тебе привет из такого практически солнечного нурсултана потому что у нас сегодня холодно вот солнышко вышло как я завидую у нас жара 35 градусов просто невозможно сходил в магазин и уже вот руки обгорели лицо загорел все очень жарко комментарии чтобы нам с тобой была была возможность поговорить а потом я включу уважаемые дорогие друзья я сейчас выключу комментарии для того чтобы мы а потом включить через буквально пять минут хорошо юр ну можно и так но можешь не выключать меня не смущает что они где-то там на моем лице на мне пишут мне нормально нормально я главное что тебя вижу да да здорово скажи пожалуйста так юр во первых я тебя рада приветствовать к тому что жарко это очень хорошо с одной стороны но с другой стороны скажи пожалуйста вот как откликается у тебя эта тема найма и то что ты и вообще вот страхов и убеждений которые тем людям которые боятся и еще я знаю что ты был сам найме да да конечно конечно я думаю все были в найме да и вот ты сейчас один из востребованных экспертов специалиста своей области у тебя целый канал с подписчиками где ты уже зарабатываешь и для нас это тоже большая зона роста для нас нынешних коучи да вместе с тем скажи пожалуйста вот я включаю комментарии тогда дорогие друзья так юра говорит что принципе для него нормально и юр вот давай коснемся вот этой темы сначала давай про тебя буквально одну-три-две-три минуты такой презентации ну лично может что-то я упустила потому что я тебя очень так сильно уважаю и люблю всю твою семью и и мне такое ощущение что вот я тебя люблю уважаю значит все должны уважать любить может поэтому я не знаю может что-то я упущу поэтому лучше давай ты сам представься и расскажи о своих успехах и потом уже коснемся той темы темы найма да и вообще что помогло тебе сделать рывок и вообще как все это вылезло ну проявилось в твоей жизни а потом уже поработаем поговорим о конкретных техниках инструментах которые мы используем для работы с нашими клиентами хорошо так самопрезентация нужна да если я правильно понял да ну кто я такой я юрий пузыревский я нлп тренер практикующий психолог тьютер по развитию эмоционального интеллекта член ассоциации спикеров снг сертифицированный спикер по мировым стандартам что еще рассказать ну наверное регалий очень много так как вообще профессия коуча и тренера она обязует постоянно обучаться поэтому я не хочу долго тратить на это время очень много всевозможных обучений и курсов и высшего образования но суть не в этом мне кажется суть в том что очень важно в жизни приходить к тому чего ты хочешь и очень важно просто понять просто понять чего ты хочешь и потом строить план действий расскажу как это было у меня у меня кстати есть на моем канале в ютюбе подкаст со мной где я был гостем и мне хороший спикер задавал вопросы правильные грамотные где распаковали мою историю так что ребят там почти два часа там и взлеты и падения и поражения и опять победы поэтому можете зайти послушать но очень коротко тезисно я вам расскажу вот что однажды утром я проснулся мне было наверное лет 27 сейчас мне 35 я просто представил когда мне будет 40 лет вот получается зашел вперед на 13 лет обычно на 10 лет рекомендуется я представил что будет со мной когда мне будет 40 лет если я буду продолжать заниматься тем чем я занимаюсь жить так как я живу я как-то логически простроил всю схему и понял что то будущее которое я себе вижу мне не нравится вот вообще не нравится и вот именно тогда я считаю это была такая точка моего переворота наверное сознания и тогда решил очень хорошенечко основательно задуматься кем я хочу быть что я хочу делать что я хочу уметь с какими людьми я хочу общаться очень важно вот гилья моя я не знаю как даже тебя назвать подруга друг знаешь я вчера думал когда ты меня пригласил на эфир я думал с кем ты у меня ассоциируешься и ты у меня ассоциируешься с какой-то такой вот большой мамой всего казахстана наверное знаешь ты как-то умеешь по-своему по восточному как-то а вокруг себя собирать людей и принимать их это очень здорово и это очень важно тоже вопрос окружения стоял очень очень так остро потому что те люди с которыми я общался они нехорошие они неплохие они в целом классные но я понимал что те ценности которые есть у них немножко мне чужды уже стали какое-то время это было прямо окей а потом в какое-то время я понял что я хочу чего-то большего я хочу другой жизни я хочу другой работы и я стал думать очень долго думал пробовать кем я могу быть и как я могу себя реализоваться реализовать потом однажды у меня в моей жизни случилось мое первое публичное выступление и честно скажу после этого первого публичного выступления я не мог спать почти двое суток то есть вот знаешь как пружина разжалась вот как плотину прорвало вот реально было такое состояние что ну не остановить причем это было самое первое публичное выступление я его сам собирал причем на тему в которой я тогда еще мало разбирался на тему маркетинга у меня было 30 с лишним человек и это было я очень сильно волновался первые пять минут я вообще выступал ну прям очень плохо знаешь если про по ораторскому я там работал с флепчартом я стоял спиной к аудитории я говорил тихо я запинался ну в общем все ошибки публичных выступлений которые я мог допустить я в том публичном выступлении допустил но самое интересное когда это выступление закончилось ко мне стали подходить люди и стали говорить юрий так было классно мы хотим еще а я понимаю что но это был полный провал вообще ну то есть я-то насмотрелся на других спикеров причем я тогда не было какого-то опыта и вот после этого я понял что моя жизнь должна быть связана с публичными выступлениями это прям вот очень сильно торкнуло потом я тоже продолжал искать себя я проводил семинары по маркетингу много в чем пробовал себя не все получалось и в какой-то момент я решил что вот наверное мне нужно углубиться в психологию в понимании людей и тоже пошли сразу такие первые звоночки что люди как с которыми я общался которым я просто так помогал вообще бескорыстно просто там какие-то друзья семейная пара пришла там что-то они рассказывали про свою жизнь а им там что-то посоветовал там какое-то упражнение сделать просто какой-то вопрос вовремя задал и они такие говорят слушай так это же так круто слушай ты нам всю жизнь изменил а я понимаю что я же ничего особенного не делаю ну то есть это как бы из меня прет само и я думаю окей значит пазлы складываются еще больше публичные выступления и психология что-то в этом контексте я буду искать ну и вот так вот так потихоньку потихоньку я нашел себя можно сказать а чем я занимался до этого я занимался авторемонтом у меня была авторемонтная мастерская я своими руками много чего умею делать в плане покраски не сталкивался там у тебя не было ты не был ни преподавателем не в консультировании ты просто занимался таким хорошим физическим да трудом да руками да руками ну где-то и головой там я и машинами и и расходниками при торговле ну то есть и продаж было много но суть в том что ну да у меня не было ничего на старте и самое страшное чего у меня не было у меня не было поддерживающего окружения вот это было на самом деле очень тяжело то есть все те люди которые привыкли меня видеть экспертом в области ремонта автомобилей аварийных вот я был вот таким человеком если на тот момент там 2011-2012 году вот у любого моего знакомого я бы спросил в чем ты считаешь меня экспертом он бы сказал к тебе можно обратиться по поводу ремонта автомобилей сейчас конечно уже все по-другому но тогда было так и когда я вдруг уже определился и понял что я хочу заниматься и публичными выступлениями и психологией тогда могу сказать честно очень многие люди мне крутили у виска и очень многие люди перестали вообще со мной общаться кризис окружения так называемый ну потому что люди подумали что человек свихнулся ну представьте человек жил-жил и вдруг он резко становится другим резко он начинается занимать начинает заниматься совершенно другими вещами причем самое такое сложное наверное это было очень ближним кругом это вот родители вот прям совсем-совсем близкие такие друзья моя мама наверно до сих пор не знает чем я занимаюсь и не понимает ну потому потому что и у мамы у папы техническое образование Юра ты знаешь ты вот сейчас говоришь это так сильно откликается я помню когда я начала заниматься коучингом мне мама сказала ты думаешь что те люди еще будут платить деньги и когда уже пошло признание там мне вручали грамоты да ну когда я уже приглашали быть спикером на определенном на государственном секторе в компании да и она увидела мои гонорары я стала там ей подарки дарить ну хотя я в тот момент у меня был тоже свой бизнес и вместе с тем про то что когда она она не понимала и говорила как это так а сейчас даже позавчера у меня был прямой эфир она сидит на прямом эфире со мной и пишет мне лайки еще отправляет представляешь ну классно я понимаю что тебе пришлось пройти да это такое мне кажется любой человек который решает сильно изменить свою жизнь будет через это проходить очень круто если такое не случается это прям очень круто но как показывает опыт такое бывает и к этому нужно отнестись наверное как-то философские постараться понять того человека который тебя не понимает что он к тебе привык другому но самое интересное вот сейчас я уже смотри я сейчас консультирую я уже с 2014 года то есть уже получается семь лет и самое интересное что люди которые в какой-то момент там крутили у виска которые отвернулись имя это такой средний круг знакомства они как-то стали возвращаться они даже стали клиентов присылать ну то есть они поняли что человек не свихнулся они поняли что человек все у человека все в порядке что он жив здоров что ни в какие переделки там не попал ну и тем более слушай галия ну нлп у многих же людей есть такое убеждение что нлп это вообще там что-то страшное непонятное да 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 ну как обычно ты попал в секту там и так далее и так далее и так далее вот прям в контексте окружения очень важно быть к этому готовым поддержка да 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 это круто что ты такой сделал рывок юр слушай и ты столкнулся с многими до моментами ты услышал свой зов ты вот говоришь что что-то там как плотина да 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 пробилась и ты не мог у тебя было такое я помню этот момент и ты знаешь что и что-то вот говоришь это очень сильно во мне отвлекается потому что когда я тоже пришла в коучинг и сидела на первый день на мастер-классе ты знаешь я была такая счастливая у меня было такое ощущение что кто-то мне подарил миллион долларов такое понимание было что я здесь и сейчас и вместе с тем у ты говоришь о том что ты потом начал пробовать да и разные моменты и даже несмотря на то что у тебя не поддерживали твои близкие да то окружение что помогло тебе все-таки идти и дойти до такого успеха который сейчас есть у тебя знаешь я тебе так скажу сейчас тоже сомневается переживает по этому поводу и многие тоже вокруг им говорят зачем тебе это надо у тебя все нормально ты что-то там придумала что ты хочешь там быть кем-то непонятно да ну смотри я считаю что любой человек может если он хочет найти то от чего его прет от чего его дровит и когда я получил вот этот вот запал энергетический когда я вот первое свое выступление сделал и у меня знаешь какое было ощущение после этого когда там заснуть не мог когда меня там перло там двое суток у меня было ощущение что я вообще в своей жизни все могу вообще все и это ощущение оно как раз таки меня очень сильно поддерживало потому что были может быть какие-то моменты отчаяния когда ты пробуешь что-то делать у тебя не получается очень много было затыков именно с финансами потому что знаешь когда ты в своей среде как рыба в воде ты знаешь как там взмаху руки делать деньги а в этой новой профессии ты еще не понимаешь как себя спозиционировать ты не еще не понимаешь как себя оценить ты даже не понимаешь как оценить свою работу я вот тоже поделюсь я какое-то время консультировал ну вообще просто так бесплатно или просто говорил ну слушай если тебе хочется ты можешь мне заплатить сколько считаешь нужным вот такой был принцип а потом в какой-то момент я тоже до сих пор помню это была моя первая платная консультация я помог у девочки была психосоматика и у нее ангина была я помог ну тоже с помощью консультации и буквально у нее за полчаса мы с ней поработали и она ну у нее отпустила зажим вот этот вот психосоматический отпустила и она мне за эту консультацию заплатила пятьдесят долларов я такой думаю я тоже помню свой первый первый гонорар пять тысяч деньги я был полчаса 50 долларов и мне это было сделать легко я получил удовольствие от этого это был просто тоже нереальный кайф и я старался фокусироваться на маленьких успехах и помнить вот это состояние именно помнить вот это состояние потому что у меня был период в жизни около полугода когда у меня было не очень хорошо с деньгами и у меня мне было по большому счету не с кем общаться потому что не потому что я там был каким-то там недалеким отстраненным а потому что те люди с которыми я общался раньше я с ними уже не очень хотел сам общаться то есть смотри я новый год отмечал один я день рождения отмечал один не потому что меня никуда не звали и у меня не было друзей а потому что мне этого не хотелось вот это прям очень важно и да в какие-то моменты может быть было грустно немножко ну потому что значит все равно есть мы все-таки социальные существа то есть хочется какого-то праздника чего-то но я понимал что лучше я буду так чем может быть меня обратно засосет в привычный круг понимаешь потому что окружение оно и из 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 добра очень хорошо тебя держит и знаешь когда у тебя успехи то мало кто их может принять но когда тебя у тебя неудачи то тебе могут на них очень хорошо указывать и когда у меня были проблемы с деньгами но я уже занимался я уже четко понимал что я буду заниматься психологии буду заниматься публичными выступлениями введением тренингов и так далее и так далее те люди которые меня окружали они же видели не же видели что ну и знали ну и что денег не хватает и как бы они конечно из добра говорили юра добросай ты это все возвращайся пока ты все не потерял типа свою малярку возвращайся и будешь жить прекрасно но я понимал что нет это вот вот не то потом у меня был период то есть я прошел два на самом деле два способа у меня был небольшой финансовый запас я решил вот кардинально кардинально все я только вот в новой теме пытаюсь развиваться но у меня это не очень хорошо получалось и финансовый запас и стащился и мне пришлось какое-то время на какое-то время вернуться я еще год занимался авторемонтом но уже параллельно я и учился и в университете и тренинги проходил и консультировал то есть слушай юр вот вот тут как раз ты такой сказал ключевую вещь что ты потом стал параллельно уже развиваться да ты стал уже вкладываться свое развитие то есть ты взял как раз таки коучинговую стратегию не или или да ты уже взял пока я здесь да опираясь на то что у меня есть вместе с тем я уже создаю некое будущее которое в будущем я буду себя реализовывать да правильно я тебя поняла потому что я вообще за эту стратегию я без вот этих кардинальных революций потому что мне кажется что все таки ну мы социальны потом мы несем ответственность да у нас есть близко окружение дети там так далее и конечно есть какие-то моменты вот юр ты вообще так классно делишься да я вот честно я хочу еще кое-что добавить на сегодня да да бью смотрите я такой человек что то я ищу ту деятельность которая мне нравится и которую я люблю я если я чем-то занимаюсь я стараюсь в этом развиваться и становиться профессионалом если я там три года назад снимал свои видео на youtube они были кривые там с плохим звуком с плохой речью я постоянно вот даже если ребята зайдут на youtube они посмотрят что тенденция есть и она постоянно улучшается качество и с авторемонтом с маляркой с покраской автомобилей у меня было то же самое я очень любил эту деятельность это была профессия вообще моей мечты детства я любил наводить красоту марафет и я скажу так что я наверное сейчас до сих пор это люблю и я с радостью вот я буквально полгода назад я своему отцу ремонтировал машину ну просто в кайф потому что мне это нравится и мне отчасти даже где-то было больно бросать потому что я в этой деятельности достиг больших результатов и так у меня всегда то есть если я чего-то делаю я стараюсь это всегда улучшать вот я вчера проводил эфир с викторией я его посмотрел мне что-то не понравилось я сегодня уже провожу с тобой эфир я уже с другой стороны с другим освещением здесь вижу и вот это очень важно но когда у меня был период к чему я вообще это начал рассказывать когда у меня был период что мне нужно было совмещать и свое развитие в новом направлении как тренера и психолога и нужно было зарабатывать деньги с помощью авторемонта я уже для себя внутри решил что здесь я не развиваюсь в авторемонте а я эту работу работаю потому что я это умею делать легко и быстро для того чтобы зарабатывать деньги то есть я не старался это дело развивать как было раньше там 10 лет я занимался этим я постоянно что-то улучшал а здесь я уже просто пошел это было для меня как ресурс знаешь как вот как дойная корова это тот способ с помощью которого я мог обеспечивать свое образование с помощью которого я смог мог мог обеспечивать свое свое вообще существование и вот это прям тоже было очень важно для себя внутри решить что да вот это мне для денег а я развиваюсь в чем-то новом супер очень красивая история ты знаешь я уже сколько лет знаю да я слышала несколько раз так но в таком именно именно важном ключе для наших слушателей и для меня наверно это очень сильная история потому что иногда слыша звон мы иногда уходим отступаемся да и здесь конечно это в те времена нам было сложно потому что только мы были как ну первые да вообще кто это делал эти вещи запускал процессы да это сейчас уже так активно это знаешь я тоже с этим очень тоже часто сталкиваюсь с теми людьми которые только-только начинают и что их окружение не поддерживает им очень сложно они не знают как реализовать и они знают как брать деньги как посчитать сколько они стоят и вот эти все вещи я учитывала когда разрабатывала онлайн школу да онлайн курс для того чтобы как раз давать вот этот гайд алгоритм и прям высчитывать свою стоимость потому что а в основном люди приходят в служение да такие вспомогательные профессии вот и чувство доброты и сострадания что-то привнести в эту жизнь да помочь другим людям и как то вот типа неловко получать за это деньги ну это такие наши профессиональные стадии развития да персональные стадии развития сразу мы себя недооцениваем а потом и начинаем браться за любые за любые вопросы за любые запросы я могу сказать что на сегодняшний день я уже вот за многие вещи не берусь потому что ну это все с опытом потому что знаю что ну вот не будет результата а зачем мне тратить свое время несмотря на то что человек мне заплатит деньги немало поэтому ну здесь спасибо юра нам с тобой и времени что мы уже можем выбирать да это классно да 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 скажи пожалуйста вот что делать теперь ты уже как энелпер сильный тем более сильный энелпер и что ты порекомендуешь тем нашим слушателям такое знаешь небольшое какая-то техника может быть и то что ты вот поделился такая некая протяжкая визуализация будущая да с печальным исходом она тоже мотивирует и вместе с тем что ты вот порекомендуешь нашим участникам тем кто находится в нами как энелпер как коуч какие дашь им инструменты лайфхаки как все таки получить этот пинок как многие здесь пишут или и начать что-то менять и вообще задуматься что я хочу в этой жизни как хочу я прожить ну смотри первое то что я уже рассказал представь вот то если с тобой ничего не изменится ты действуешь так как ты действуешь сейчас живешь своей обычной привычной жизнью и представь себя через десять лет кем ты себя что что будет с тобой происходить и как правило человек когда представляет это здесь именно не пофантазировать а просто логически порассуждать если я ничего не буду менять к чему я приду как правило то что человеку нарисовывается оно не очень приятное не очень приятное дальше когда то есть вся та же работа все так же ты уставший вымотанный да и не в ресурсе все те же люди те же люди это проблемы ты не развиваешься нет определенного капитала да нет свободного времени чем бы ты хотел заниматься и к сожалению с каждым годом мы же не молодеем да энергетика падает наша и конечно еще хочется тут дети растут да а тут мир что-то меняется хочется посмотреть хочется попутешествовать а ты это не можешь у тебя есть раз в год там отпуск и ты извини вот готов еще у нас есть такая тенденция знаешь этот отпуск в деле там и ты типа еще ты поехал в отпуск но ты сейчас в онлайне поэтому ты работаешь ну вот так да нарисовать себе конкретные реальность то есть если сейчас то есть как бы подвести итог если в вашей жизни дорогие друзья ничего не происходит оно и в жизни через 5-10 лет не произойдет ну вот как-то так в дверь вам никто не постучится и скажет тадам а теперь у вас сценарий жизни по-другому да 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 тут вот еще какой момент что еще может помочь поднять свою пятую точку очень рекомендую вспомнить о своих каких-то детских мечтах когда вы просто чем-то хотели заниматься может какие-то страны посетить еще где-то что-то повидать и представить что вот если сейчас вы ничего не будете менять сможете ли вы реализовать то что вы хотели вот у меня допустим я ее еще кстати не реализовал у меня есть мечта съездить в США по на экскурсию в большой каньон и очень хотелось бы в Нью-Йорк попасть на статую свободу ну вот просто с детства мечта вот у меня прям есть пункт я хочу там побывать я не хочу туда переезжать я не хочу там жить у меня кстати есть клиент из Америки и он говорит ты знаешь Юрий об этом мечтают даже многие американцы кто живет в Америке побывать в большом каньоне серьезно да 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 он говорит не все люди которые живут в Америке были в большом каньоне а ты знаешь Юра что у нас есть в Казахстане малый каньон у нас есть три каньона называется лунный черный каньон и вот этот действительно он практически идентичный это я так это я так понял это я так понял ты меня приглашаешь я тебя заманиваю заманиваешь вот очень важно просто вот как подумайте чего вы хотели вообще где вы хотели побывать что вы хотели попробовать сделать и подумайте то чем вы сейчас занимаетесь если вы будете принимать оно вообще приблизит это реализация я понимаю то если бы я занимался продолжало заниматься ремонтом автомобилей я зарабатывал неплохо в принципе наверное эту мечту бы осуществил но вот в чем загвоздка я понимаю, что для осуществления этой мечты нужно было бы просто, это было бы просто смысл всей моей жизни побывать в Америке, да, то есть чтобы это реализовать я тогда подумал нет, я хочу так много раз я хочу делать так, чтобы это было вообще свободным, доступным для меня кстати, я думаю, что если бы не пандемия что я сейчас где-нибудь тебе с тобой прямой эфир ввел оттуда, да, ну хотя где-то у меня было по плану в этот период времени все-таки слетать ну тут много, знаешь, вот этих нюансов вот что очень важно, а если уже говорить про конкретику я очень рекомендую сделать свод-анализ своей личности делают свод-анализ при разработке продуктов а можно сделать свод-анализ себя что это значит, сейчас для всех поясню берете лист бумаги разделяете его на 4 в 1 квадрате кстати в первом квадрате пишете сильно во втором квадрате пишете слабые стороны в третьем квадрате пишете возможности и угрозы и начинаете выписывать в каждый квадратик все, что есть. Почему это важно? Потому что, когда вы выписываете, здесь нужно по-честному отнестись к своим сильным сторонам и по-честному признаться в своих слабых сторонах и прописать свои возможности, какие есть знакомства, связи и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, насколько вы себя оцениваете, ваш потенциал, и какие есть угрозы, что вам может в этом помешать. И когда это все уже оцифровано, когда это все уже лежит на бумаге, и вы можете вот так вот воочию просто на это посмотреть, порефлексировать, поразговаривать с самим собой по этому поводу, вы таким образом можете уже строить стратегию, как я могу из этого выйти. Я тебе честно могу сказать, что когда я решил точно, что я буду тренером НЛП, вот, Галия сразу презентацию открывает, когда я решил, что я буду тренером НЛП мирового уровня, буду проводить тренинги в разных странах, я себе поставил цель, что это будет через 5 лет. Но когда я проанализировал хорошенько, когда я все проработал, и, кстати, работал по модели тогда хорошо сформулированный результат, можете послушать вторую главу моей аудиокниги, она лежит абсолютно бесплатно на моем YouTube-канале, заходите, слушайте, и там очень подробно расписана модель хорошо сформулированного результата. Я достиг своей цели за полтора года. Я сам не ожидал, что... Ребят, посмотрели, да, вот этот анализ, чтобы я убрала? Ты видишь, да, его, Юр? Ну, я вижу, я думаю, что ребята тоже видят, и они могут сделать скриншот. Можно, в принципе, в посте выложить фотографию. То есть посчитайте, пожалуйста, вот тут ваши сильные стороны, это внутренние ваши факторы, слабые стороны, на какие возможности и угрозы. Да. Ну, все. Возможности и угрозы – это как раз-таки про внешние факторы. И это помогло, это очень сильно помогло. Ну, я тогда уже активно занимался сам собой, и с коучами работал, и с психологом работал над собой именно, именно над своей личностью, и таким образом строил план. И это помогает, это реально помогает, но очень важно просто увидеть. А что может помешать? Я тут даже прям выписал несколько пунктов. Я сейчас поскору блокнотика засчитаю, когда готовился к эфиру. Что может помешать изменениям вообще? Ну, есть два типа перемен. Есть перемены кардинальные, и есть перемены постепенные, поступательные, маленькими шагами. Я попробовал обе стратегии. Сначала я попробовал кардинально, у меня, честно скажу, не получилось. То есть у меня была финансовая подушка, мне хватило ее на полгода. Больше не хватило. Потом начались финансовые проблемы. Так не работает. Потом я решил, что буду все равно двигаться поступательно. Поступательно. Я, кстати, вот тоже, работая с клиентами, всегда больше склоняюсь к поступательному движению. Пускай это будет 10 сессий, пускай это будет 15 сессий, но ты не будешь надрываться, ты не будешь портить отношения, ты не будешь резко что-то делать, какие-то эмоциональные, импульсивные, необдуманные шаги. И это работает лучше, как внедрение любой привычки, по чуть-чуть. Мы с одним парнем работали, он хотел научиться бегать. Знаешь, как мы бегали? Мы с ним проработали 15 сессий. Он хотел встроить... Мы не над этой привычкой работали, а работали над другим. У него бизнесовый запрос был. Но у него параллельно еще был запрос на формирование привычки бегать. И он бегал по 3 минуты в день. Понимаешь? Он 2 месяца бегал по 3 минуты в день. Но потом, когда мы уже рефлексировали, я говорю, ну ты понимаешь, что ты каждый день уже бегаешь? Сколько ты можешь еще бегать? Причем, когда он говорил, я хочу больше бегать, я ему запрещал. Ну там свои процессы, свои механизмы работают, когда запрещаешь... Да, хочу вот здесь немножко коллеги, дорогие друзья слушатели, акцентрирую, что всегда это субъективно каждому. Может быть, вот именно этому клиенту Юра порекомендовала так. А есть клиенты, которым наоборот, ты сразу какой-то даешь результат, потому что ты знаешь, что он это потянет, и с ним нужно так. То есть все субъективно, ребята. Да, да, все очень субъективно. Конечно, нужно... Ну тут надо лучше просто знать себя. Если ты понимаешь, что ты можешь это сделать, ну тут пробуй ошибки. Вот такая штука. Так, что нам мешает? Все резко изменить. Я сейчас просто зачитаю. Первое – это страхи. Сейчас поясню, что я имею в виду под страхами, откуда они появляются. Второе – это убеждения, которые чаще всего нам насажены из детства. Третье – это недостаточная поддержка. Четвертое – это синдром самозванца. Ну кто я такой, чтобы этим заниматься, да? И пятый – это привычные паттерны поведения. Паттерны поведения – это шаблоны, по которым мы действуем. Они тоже чаще всего у нас заложены в детстве. Ребята, а вот напишите, пожалуйста, Галя, может, откроешь чат? Напишите, про что подробнее сейчас рассказать, с чем лучше справиться. Что прям вам реально сейчас актуально. Да. Ну что, дорогие слушатели, с чем бы вы хотели сейчас, чтобы мы поработали? Это первое – с препятствиями, со страхами, с убеждениями. Потом, Юр, то, что мешает нам окружению. Поддержка. Поддержка. Потом синдром самозванца. И затем еще… Паттерны поведения. Да, старого поведения, да? Старый паттерны старого поведения, или как там паттерны. Да, неэффективные стратегии. Ребята, если… Неэффективные, да, 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 да. Да. Можете написать, на чем больше акцентировать свое внимание. Ага. Потому что если не напишите… Напишите, чтобы мы сейчас про это поговорили, да, чтобы мы это обсудили, и для вас уже было бы полезным сегодняшний эфир, и вы уже ушли с результатом. Ловите моменты. Юр, вот ты говоришь сейчас про паттерны поведения, это во мне так сильно отвлекается. Вот, сейчас пишут, Гульден пишет, синдром самозванца со страхом, что другие лучшие. Супер, спасибо за поддержку, за отвечу ваши. Что тоже про синдром самозванца? Синдром самозванца со страхом, что другие лучшие. Но это в целом одно и то же, понимаешь? Нам кажется, что другие лучшие. Синдром самозванца. О, надо же, как. Даже не знала, что у нас так это здесь. Синдром самозванца. На самом деле… Да, на самом деле очень… Чем бы вы хотели поработать? Что откликается, дорогие слушатели? Страхи, убеждения, синдром самозванца. Что нет, у вас паттерн поведения, суперсиндром тоже самозванца. Слушайте, ну давай, Юр, тогда разберем синдром самозванца, да, все-таки. Да. Большинство людей все-таки думают, кто я такой, чтобы я вещать, да. А вместе с тем, те эксперты, которые думают, что они еще не готовы, и у них есть синдром самозванца, а те, у кого нет этого синдрома, но есть всего лишь там год практики, и они озвучивают о себе и говорят открыто, что они эксперты. Да. Ну, тут вопрос, конечно, очень такой субъективный, и у каждого этот синдром проявляется как? Вообще, какой главный месседж, да, самозванца? Он считает, вот обратите сейчас внимание, он считает, что другие делают работу лучше, чем он, а если он делает работу хорошо, то он считает, что ему повезло. и из раза в раз прилагая усилия, он не может... То есть здесь идет обесценивание собственного труда, и как он может вообще разрешиться, да, чтобы не уходить в какую-то там глобальную психотерапию сейчас, вот прям в прямом эфире. Как вы можете с этим работать? Опять же, все заключается в поддерживающем окружении. Если вот смотрите, вот даже сейчас, здесь несколько человек, как минимум четыре человека, насколько я увидел, написало, что вам интересно про синдром самозванца. Что вам мешает? Вот взять четыре этих человека, найти друг друга, объединиться, сделать чат, и просто рассказать о своей, скажем так, проблеме. И просто создать такую среду, где вам каждый человек может просто сказать, насколько сильно вы заблуждаетесь. Покажите свое какое-то выступление, покажите свою какую-то видеозапись, либо просто сделайте зум-звонок, расскажите, чем вы занимаетесь, чем вы занимаетесь. Про консультируйте, да, в той или иной области, где вы, ну, где вы боитесь себя реализовать. Да, да, да. Да, да, да. Да, вот здесь очень сильно поможет найти себе хотя бы одного человека, но лучше несколько сделать, какой-нибудь чатик для себя, и помочь друг другу просто поддержать. Я периодически вот такие вещи организовываю для себя в том числе. Того, чтобы понять, что все со мной окей. Я всегда свою супругу вот прошу. Ты мне, пожалуйста, говори по факту, что как есть. Нравится тебе, не нравится, хорошо, нехорошо. И это тоже помогает, да. То есть не потому, что я прошу мне льстить, а потому, что я прошу реальной адекватной обратной связи. Вот, кстати, я могу сказать, Радислав Гондапан говорит... Потому что можно сказать, что это некая группа мастер-майн, в которой есть определенная цель в реализации. И она хочет найти такую поддерживающую среду, которая поможет вам сделать первые шаги и заявить уже вот в этой экологичной обстановке. То есть, знаете, типа я такой же, как вы, ребят, да? Как вот общество анонимных алкоголиков, да? Ребят, я такой же, как вы. Ну, я шучу, конечно, этот. И я боюсь, мне страшно, но я вот эксперт в этой области. И если хотите, я даже вас могу проконсультировать, вы там, да, например, и так далее. Смотрите еще какая есть история, что вот профессия тренера, профессия коуча, это, в принципе, профессия одинокая. Владислав Гондопас и создал ассоциацию спикеров СНГ для того, чтобы была такая глобальная поддержка. Это я присоединяюсь к тому, что даже очень крутые ребята тоже понимают, что нужна какая-то профессиональная вот такая вот... Среда единомышленников. Да, профессиональная среда единомышленников. И когда мы работаем... Смотрите, в чем еще есть... Если говорить про профессию коуча, тренера, либо даже психолога, люди не очень склонны прямо давать вот такую обратную связь вам, потому что они думают, что у вас и так все классно. Мне очень приятно, допустим, когда через три года кто-то там из клиентов вспомнил и сказал, а вот мы с тобой тогда так поработали хорошо, и вот у меня так сильно все изменилось. И это очень приятно, но вам нужно просто понимать, что если... Вот так устроен мир, вот такая правда, что если вы что-то делаете не так, то миллион человек найдется, которые вам на это укажут. Но если вы делаете все хорошо, то найдется очень мало человек, мало людей, которые искренне просто вам об этом подскажут. А вы будете все равно стараться, и причем чем... Вот смотрите, ребят, открой сейчас на секунду чат. Открой сейчас на какое-то время чат. Поставьте циферку 1, если вы считаете, что у вас есть синдром самозванца. Вот поставьте циферку 1, если вы считаете, что у вас есть в какой-то степени синдром самозванца. Я так 1 поставил, что я понятна. Да, да. Галия поставила, хорошо. Нет, у меня нет синдрома самозванца. Ага. Ну сейчас, ребят, напишут. Я уже вылечилась. Потому что у меня есть такая среда, как вы, мои друзья, мои коллеги, которые в разных городах. Ага, тоже у Натальи, тоже нет такого синдрома. Класс. Наталья, чем вы занимаетесь? Да. Вау, смотрите. Очень супер. Да. Ребят, спасибо за искренность. И спасибо. Наташа Варламова, эксперт по коммуникациям, эксперт из Санкт-Петербурга. Мы с ней делали классные прокомплименты прямой эфир. Наташа, привет. У кого-то даже 2 единички. И вот смотрите, что я заметил. На самом деле, как мне кажется, чем круче эксперт, тем больше у него синдром самозванца. Вот это почему? Это потому, что не хватает обратной связи. Как мы можем еще давать обратную связь самим себе. Нужно просто посмотреть реально на свои результаты. Какие люди к тебе обращаются. Не смотреть, что они тебе говорят, а посмотреть, сколько у тебя клиентов, сколько ты зарабатываешь, твоя занятость. Я, допустим, знаю, что вот у меня дочка, моей дочке 11 лет. Она мне спрашивает, а чем ты вообще обычно занимаешься? Работаю. А чем ты занимаешься, когда ты не работаешь? Я говорю, тоже работаю. Ну, то есть, я постоянно работаю. То есть, у меня постоянно идет какое-то движение. Юра, я не... Ты не одна. Да, ты не одна. И просто даже посчитайте, сколько часов в сутки вы работаете. Я даже, знаете, когда ложусь спать, я тоже уже кручу там какую-то новую идею для эфира, для видео, там еще что-то. Или там я знаю, что у меня утром консультация, а я клиенту с этим знаком, я уже думаю, так, а как мне с ним провести эту консультацию? И это что, не работа? Хоть я уже лежу в обнимку со своей женой в постели, но все равно работа-то идет. А они тоже знают? Да, конечно, знают. Она обычно говорит, типа, ты где? Я говорю, я работаю. Да, да, да. Мне надо якорь поставить, чтобы ты когда в кровати уже думала об жене. Ну, это я шучу. Не надо. У нас с ней этот процесс не регулирован. Абсолютно согласна про то, что ты говоришь, потому что, ты знаешь, вот полгода назад я встретила одного из коллег из Алматы, и мы с ним не виделись четыре года. Четыре года, и он только, и мы в Алматы встретились, у него очень большой центр, он коуч, тоже НЛПер, психолог, гештальтист, но он ушел в коучинг НЛП, и, значит, он мне спрашивает, Галиан, ну как там вы там, наверное, в Астане, так мрачно, знаешь, так у нас алматинцы, они всегда так, типа, вы еще там живы в Астане, да, в столице. Я говорю, да нормально все, говорю, ну что делаете? Я ему начинаю просто, знаешь, на автомате перечислять, да, просто то, чем мы занимаемся. И буквально на какой-то пятой минуте, да, я осознаю, что мы провели огромную работу за эти годы. То есть, когда мы четыре года назад встречались там, это вообще мы даже не мечтали, что мы будем, я буду читать коучинг в государственных структурах, да, что об этом будут знать. Я не знала, что мы обучим такое огромное количество людей, да, вообще, что коучинг уже будет, извини, как сейчас говорят, ой, как второй, каждый коуч, мне нравится, Энрики из Испании, он говорит, у нас, говорит, камушек, говорит, толкнешь, оттуда все коучи выбегают. Ну, это такая шутка была. И вместе с тем, вот когда я рассказывала, тоже делилась, просто вот так, дружески мы сидели, чай пили у него в офисе, и я понимаю, если я ловлю на мысли, боже мой, оказывается, мы столько сделали. И вот тоже, это про то, что делаем на автомате, да, и не останавливаемся, не подводим итоги и не благодарим себя за то, что прошли такой огромный путь. И вместе с тем, очень классно, что вы есть у меня, потому что вы всегда мне даете обратную связь. Вы там в Казахстане, ну, какие у нас есть результаты, да, и вы мне даете, а мне кажется, что, ну, это нормально, да, это все так делают. Это реально, действительно, дает очень много поддержки, и ты такой, ах, как будто опять еще раз кислорода, да, знаешь, такой в воздух, и думаешь, так, и мы это можем, можем еще круче сделать что-то, да? Да, 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 когда ты начинаешь осознавать, это же я действительно сделал, это же у меня действительно получилось. Что еще может помочь? Но тут, опять же, если у вас самооценка здоровая, но вы просто немножко страдаете синдромом самозваться, вы просто понаблюдайте за работой других экспертов. Просто, просто понаблюдайте, посмотрите какие-нибудь видео, сходите, может быть, на какой-нибудь тренинг того тренера, которого вы считаете вот прям гуру, к уровню которого вы стремитесь. и постарайтесь очень по-сухому проанализировать его работу, его восприятие. Не эмоционально, без эмоций, без чувств. Не эмоционально. Да-да-да. Просто по-сухому проанализировать, а потом задать себе вопрос. А я что, так не могу? А я могу так? А могу еще лучше? Здесь вот тоже, вот это, это не то, что сравнение, а просто, то есть нам всегда не хватает какой-то точки опоры, то есть какой-то внутренней шкалы понимания собственной ценности, насколько я вот хорош. Как нам это понять, как нам это получить? Вот как Галия говорит, я рассказывала своему знакомому, и когда я рассказывала, я поняла, что мы такую огромную большую работу проделали, что, наверное, в Казахстане такого даже никто и не делает. А как это понять самостоятельно? Самостоятельно понять очень тяжело, поэтому можно посмотреть любого другого эксперта, посмотреть там какое-то видео, какой-то прямой эфир, банально посмотреть, понять очень, очень просто, по-сухому, вот как Галия правильно говорит, без эмоций. А я так могу? А может я уже могу там что-то более интересное делать, более динамичное, более классное? Или мне еще стоит поучиться? И здесь самое главное не сравнивать себя с этой личностью, а именно с тем качеством, с теми критериями, от которых зависит профессионализм. Именно от профессионализма. И тогда у вас будет точка опоры, вы будете понимать, ага, я куда иду, я уже достиг этого уровня, может мне надо уже какого-то другого, более крутого там эксперта смотреть, потому что этого я уже перерос, условно говоря. Это тоже. Но тут же, опять же, как Галия, ты говоришь, очень чувствую объективно. Если у человека заниженная самооценка, то не рекомендую делать такое упражнение, потому что можно себя загнать в какое-нибудь состояние грусти и печали. Да, в том, как сока там, в домик, ты никуда не выйдешь из этого домика. Да, но если вы чувствуете себя достаточно уверенно, просто попробуйте посмотреть, что делают другие. И вот знаете, что сейчас есть какой-то такой тренд, что раньше люди мерялись, может, там, деньгами, там, машинами, особняками, а сейчас люди меряются количеством подписчиков и количеством лайков. Я вот могу тоже такой простой совет дать, ну, забейте вы на это. Вот если вы хотите быть коучем и заходите к какому-то другому коучу, у которого там, не знаю, 10 тысяч подписчиков, это еще не значит, что он самый лучший коуч. Если у него написано, что я коуч первых лиц, это еще не значит, что это действительно так, во-первых, я сейчас не про тебя говорю, я знаю, что у тебя написано коуч номер один в Казахстане, я с этим согласен полностью, а я говорю просто про других экспертов, у которых, допустим, 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Вот задайтесь вопросом, задайтесь себе вопросом, вы кем хотите быть? Вы хотите быть профессионалом-коучем, либо вы хотите быть блогером с большой аудиторией? Это очень круто, эти вещи совпадают, но если тут нужно просто задаться целью, да, я знаю очень много крутых экспертов, вот даже посмотри, наш ICU, там, Илья Шмелев, Александр Шталь, что у них там, какие-то миллионные охваты, у них там, ну, средняя там, я не знаю, от 1 до 10 тысяч подписчиков, потому что вот люди работают. А причем у них 300 с лишним дней заняты, да. Да, 300 с лишним, там, по 50 перелетов в год у человека. И что? Он очень крутой эксперт, он очень крутой профессионал, но у него нету этих миллионских миллионов. Так вот, если вы смотрите на какого-то там эксперта, у которого там много тысяч подписчиков, и вам тоже хочется этих много тысяч, возможно, вам не нужно становиться коучем, вам не нужно становиться экспертом в какой-то теме, возможно, вам просто нужно стать блогером и развивать вот эти компетенции, уметь делать контент, писать его, и, ну, это просто такая. Просто я заметил, что многие люди на этом очень прям зацикливаются и прям переживают. Юр, у нас может время сейчас закончится, да, и оказывается уже 2.57, я бы, чтобы нас перейти на Инстаграм. Но тема очень интересная, я надеюсь, что сейчас включу комментарии, пишите, кому была полезна эта тема, у кого это откликнулся, кто взял для себя некие инструменты такие, да, понятно, в рамках сегодняшнего прямого эфира это не такая там индивидуальная консультация, да, как мы проводим, но какие-то некоторые вещи, может, уже отзываются у вас, вы для себя получаете какой-то такой инсайт, как я люблю говорить, то, что мы осознаем, мы можем изменить. И вместе с тем у вас есть хорошие примеры, у вас есть огромное окружение, которое мы создаем в рамках нашей ассоциации, и создаем эту поддержку, да, ставьте, пожалуйста, цифру 2 для тех, кто был эфир полезный, кто взял для себя инсайты, вот это понимание того, что вы не одни, и берете, и понимаете, что все это есть определенный какой-то путь, надо просто идти и делать, и еще такое некоторое резюме, что мы разделяем с Юрой, не резкое такое изменение какое-то в жизни, да, а мягко, спокойно идти в развитие, вместе с тем понимать уже, где я хочу быть через 10 лет, и что я хочу, и как я хочу проживать, и самое главное, что у вас есть такое пространство в рамках нас, вот, Наталья пишет, коллега Юра отлично сказала, если заявить в большом количестве подпись, может быть, вам лучше стать блогером, да, Майра 2, спасибо, Happy Sunny Girl 2, Маржан 2, супер, отлично, спасибо за вашу обратную связь, что вы берете, и еще раз хочу сказать, что это у нас плеяда таких разных прямых эфиров на разные темы, я Юру всегда приглашаю, и рада, что вы присоединились, Юра, спасибо тебе за то, что ты всегда готов, и я очень рада, что ты поддерживаешь так же, вот, и разделяешь вот эти процессы, и я думаю, многие вдохновили свои истории. Тренеры, одинокие, понимаешь, в другом коллеге, точно, спасибо за эфир, спасибо вам за обратную связь, Юра, уважаю, ценю, еще буквально одно, у нас есть одна минута, давай пару слов нашим подписчикам, нашим слушателям. пару слов, я желаю всем просто найти то дело, от чего торкнет, это не обязательно должно быть коучинг, это не обязательно должно быть психология, может вы действительно там займетесь блогингом, начнете снимать красивые фотографии, и будете от этого счастливы, самое главное, а может быть и рисованием, и чем угодно, главное, не бояться пробовать, и разрешить себе просто попробовать, получится, получится, не получится, не получится, вот это мое истинное вам пожелание. Елена, спасибо, что пригласила. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо вам тоже, благодаря вашим комментариям, мы понимаем, что полезен эфир, и мы будем дальше развиваться, давать вам контент, чтобы вы действительно усиливали те стороны, в которых у вас есть вопросы. И еще хочу сказать, как раз таки, я сейчас тестирую Юра, хочу понять, какой провести курс, такой мини-курс на неделю, для того, чтобы как раз помочь тем людям, которые хотят пинок, хотят изменить, и вместе с тем, чтобы он был такой очень лайтовый по деньгам, и доступен, и чтобы люди поняли, что они хотят, в первую очередь, и сделали некоторые шаги в своей реализации. Юр, спасибо большое, супруги привет, смотри, какая у тебя классная поддерживающая здесь среда, и всех-всех тебе благ, я думаю, мы скоро с тобой увидимся, ты знаешь почему. Только по-любому увидимся, да, конечно. Давай. Все, прилетай, пока-пока. я сохраню эфир, постараюсь сейчас сохранить.